Эпидемиологическая обстановка в республике обязывает принять новые меры безопасности. Некоторые жители Чувашии все же пренебрегают требованиями, несмотря на действующий режим повышенной готовности. О безответственности, несущей угрозу здоровью многих, в следующем материале. Сложно поверить, но это фотографии выходного дня. Несмотря на призывы митрополита Варнавы и в Рио главы региона провести вербное воскресенье дома в молитвах, в храмах многолюдно и далеко не каждый прихожанин в защитной маске. Стремительный рост инфицированных заставляет принимать жесткие меры. В Роспотребнадзоре вынесут постановление о проведении богослужений в храмах за закрытыми дверями. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, практически на выходе. И второе постановление будет по церкви. Будем предлагать в закрытом режиме проводить службу. Я уже сегодня утром разговаривал с помощниками митрополита. Договорились на эту тему поработать в ближайшие дни с тем, чтобы к Пасхе возможно выработать более иные, более действенные организационные мероприятия. Обеспечение безопасности для нас остается приоритетом. Осветить ветки вербы и доставить их верующим домой были готовы волонтеры. Но не срослось. Многие захотели лично побывать в церкви. В республике увеличивается количество тех, кто предлагает свою помощь безвозмездно. В отрядах добровольцев уже более 400 человек. Всеми тремя волонтерскими штабами или единым волонтерским центром обработано 966 обращений граждан. Из них 593 заявки. Это на доставку продуктов питания и медикаментов. В непростые времена проявляется социальная ответственность бизнеса. Одна из крупных компаний направила 5 миллионов рублей на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Швейная фабрика из Новочебоксарска передала волонтерам сотни многоразовых защитных масок. Есть и другие примеры безвозмездной помощи людям. Индивидуальные предприятия, предприниматели, как Софиянов и Тепловская, обеспечивают горячим питанием сотрудников Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. ОТК Новочебоксарский предложили бесплатное обеспечение овощной продукции в количестве 5 тонн еженедельно. Семьей Михайловых группой компании «Истет» подготовлены продуктовые наборы в количестве 700 штук для пенсионеров и малоимущих. Для медицинских работников Республики на этой неделе поступит новая партия защитных костюмов и масок. Для Минздрава крайне важно подготовить места для приема инфицированных пациентов. Продолжается работа по закупке непосредственно аппаратами искусственной вентиляции легких. Ну и вот сегодня еще будет выезд непосредственно еще в одно учреждение, медицинское учреждение, с целью планирования дополнительного коечного фонда. Рано или поздно пандемия пройдет, и тогда скорая помощь потребуется экономике Республики. Базой для ускоренного роста станет индивидуальная программа региона. Документ утвердили в правительстве страны. Олег Николаев отметил, что среди ключевых задач – рост доходов населения. 5 миллиардов рублей в ближайшие 4 года получит наша Республика на реализацию очень важных и нужных дел для развития Чувашии. Но самое главное даже не это. Самое главное – это может быть только началом, потому что если мы здесь эффективно отработаем, то есть возможность продолжить эту программу и получить еще 5 миллиардов рублей. И еще одна новость из федерального центра. В проекте бюджета страны заложено более миллиарда рублей на приобретение общественного транспорта для Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.